Глубоко уважаемые коллеги, мне немного сложно выступать в аудитории, в большинстве которым она занимается фундаментальными вопросами, потому что я практик до мозга костей. Тем не менее, при поддержке Ирины Александровны, Александра Евгеньевича, я все-таки попробую это сделать. И в связи с ограничением времени, я остановлюсь только на наиболее перспективных направлениях и использую только пример глиальных опухолей высокой степени злокачественности у детей. Что же это такое? Глиальные опухоли Hi-Grey – это высокоагрессивные гидрогенные опухоли. К сожалению, показатели выживаемости на сегодняшний день при данном заболевании не превышают 25%. И основные исследования направлены на изучение патогенетических механизмов, на молекулярно-генетическом, на клеточном уровне, с целью выявления каких-то новых препаратов индивидуального значения. Так как на сегодня запас увеличения выживаемости, как говорит Александр Евгеньевич, при использовании стандартных методов лечения, уже иссяк. Для того, чтобы нормальная клетка превратилась, трансформировалась в опухолю, необходимы, естественно, определенные молекулярно-генетические события. В частности, это мутации в генах, это аберрантное метилирование промоторного региона гена MGMT, это дилеция короткого плеча хромосома 1, длинного плеча хромосома 19. Мутационные события, все это приводит к продукции аберрантных пептидов, которые являются неоантигенами и которые способствуют как раз развитию противоопухолиуманитета. Кроме того, на опухолевой клетке экспрессируется ряд антигенов, это раково-тостикулярные антигены, дифференцировочные антигены, мутантные антигены и ряд других антигенов. Но, несмотря на это, глиальные опухоли высокой степени злокачественности все-таки являются холодными опухолями с очень низким иммунным ответом и с очень слабым передумаральным воспалением, как раз это и связано с низкой экспрессией неоантигенов и с низкой иммунореактивностью микроокружения. Реализация полноценного иммунного ответа зависит от гематоэнцефалического барьера. Гематоэнцефалический барьер структурной единицы является нейроваскулярной единицей, которая состоит из эндоталиоцитов капилляров, перицитов, тросков олигодендроглиоцитов и нейронов. В норме гематоэнцефалический барьер препятствует проникновению антигенов из ЦНС в периферические, в региональные лимфатические узлы и, наоборот, переход наивных Т-лимфоцитов, антител, антиген, презентирующих клеток, веществу головного мозга. Но мы знаем, что при развитии глиальной опухоли гематоэнцефалический барьер нарушается, особенно это касается высоковаскулиризированных опухолей и тогда все клетки иммунокомпетентны, все факторы иммуноответа, все это проникает в забарьерное пространство, все это способствует возникновению противоопухолевого иммунитета. Кроме того, пенетрантность гематоэнцефалического барьера регулируется с помощью факторов врожденных факторов, например, активация ТОЛ-ЛАЙК-рецепторов или сигнального пути стат, все это способствует ослаблению оклудин-клудин-межконтактов между эндотелиоцитами капилляров и, наоборот, активация рецепторов интерферона один раз пути, все это, наоборот, уплотняет эти контакты. Таким образом, используя баланс ГТФАС, мы можем регулировать проницаемость гематоэнцефалического барьера, тем самым способствуя проникновению веществ уголовного мозга и лекарственных препаратов иммунокомпетентных клеток. Кроме того, иммунореактивность низкая, микроокружение из-за уменьшенного количества рецепторов хоуминга Т-лимфоцитов, снижение угнетения активированных Т-лимфоцитов. Мы знаем, что в микроокружении данной опухоли сниженные эффекторные клетки, увеличено количество Т-регов, макрофагов второго типа. К сожалению, макрофаги второго типа занимают приблизительно 45% всего микроокружения опухоли. А мы знаем, что макрофаги второго типа способствуют синтезу интерлекина-1-бета, интерлекина-6, интерлекина-8, металлопротаз, ВИДЖФ. И это, к сожалению, способствует переключению иммунного ответа токсическому нагумаранию. Это, на самом деле, к сожалению, приводит к быстрой прогрессии, к раннему рецидивированию глиальных опухолей высокой степени злокачественности. Я остановлюсь на пассивной иммунотерапии моноклональными антителами и активной иммунотерапии дендритно-клеточной вакцинации. Использование моноклональных антител преследует две цели. Это индукция антителозависимой цитотоксичности и воздействие на регуляторные механизмы, то есть потенциирование иммунного ответа и модификация микроокружения опухоли. Мы знаем, что 90% глиальных опухолей экспрессируют на себе эпидермальный фактор роста, относящихся к суперсемейству рецепторных тирозин киназ. И наиболее известными моноклональными антителами, воздействующими на данный антиген, являются химерное моноклональное антитело цитоксимаб, гуманизированное моноклональное тело нематозумаб и моноклональное антитело человека панитумумаб. Например, добавление схемы стандартного лечения цитоксимаба приводит к достаточно быстрому уменьшению опухолевого объема и практически на нет это все сводится. Кроме того, на данной таблице мы видим, нас интересует показатель периода удвоения опухоли, мы видим, что добавление цитоксимаба к стандартному лечению приводит к увеличению данного показателя. Добавление нематозумаба приводило к увеличению выживаемости пациентов только в той группе пациентов, которые имели аберрантную форму ИГФР и ИГФР-В3. Что же это такое? Это пептид, который лишен значительной части внеклеточного домена с делеции 2-7 экзонов и лишен способности связывать леганды. Тем не менее, он не лишен способности встраиваться в цитоплазматическую мембрану, не лишен способности протеинкинас. Это антиген, который мы используем, который наиболее удачен для иммунотерапии, для того, что он экспрессируется только на слокачечных клетках и не экспрессируется на нормальных клетках. Далее я остановлюсь на моноклональных антителах, которые модифицируют микроокружение. И это всем известный БЕВАЦИЗУМАП, это гуманизированное моноклональное антитело, специфичное ко всем изоформам сосудистого фактора роста. В 46% случаев увеличивается период выживаемости с 6-месячной общей выживаемостью 77%. Кроме того, мы знаем моноклональные антитела к трансмембранному рецептору ВИГФР-2, РАМИЦИРУМАП, который прошел успешно третью фазу клинических исследований, моноклональное антитело, блокирующее активацию тромбоцитарного фактора роста, ЛАРАТУМАП, он способствует уменьшению опухоли, размеров опухоли в 60% случаев. Галиальная опухоль высокой степени злокачественности у детей является своего рода синдромом недостаточности восстановления комплементарных пар ДНК. Эта опухоль имеет высокое количество соматических мутаций, более 10 на 1 мегапайт генома, и высокий уровень образования неоантигенов. В связи с этим становится обоснованным рекомендация использования ингибиторов в этих ситуациях иммунных сверочных точек. На сегодняшний день проводится огромное количество сравнительных анализов использования чекпоинта ингибиторов и стандартного лечения с биологическими предикторами, в частности, изучением статуса NGMT, статуса PDL, мутационные нагрузки и так далее. Мы знаем, что добавление схемы лечения пембролизумаба увеличивает плотность лимфоцитарной инфильтрации опухоли и содержание в инфильтрате цитотоксических лимфоцитов, интерферона и макрофагов первого типа. Мы начали несколько лет назад достаточно успешно использовать ДК-вакцинацию, которая проводится детям с резистентными заболеваниями во второй и третьей линии. Критерием проведения терапии был гистологически подтвержденный диагноз, наличие материала для оценки генетических маркеров, отсутствие прогрессирования, хороший соматический и лабораторный статус, противопоказание, как обычно, это наличие острого инфекционного процесса, декомпенсация хронических заболеваний, аутоиммунное заболевание. Критериями прекращения были непереносимая токсичность терапии, отказ родителей больного от продолжения лечения, отсутствие комплоентности. Критерием оценки – это, естественно, оценка безопасности, оценка клинической и иммунологической эффективности. На сегодняшний день в исследовании уже были включены 12 пациентов, в котором проведено 76 циклов ДК-вакцинации. Это пациенты в основном с мягкотканными саркомами. Следует отметить, что мы начали инкорпорировать ДК-вакцинацию в первую линию полихимиотерапии при диссиминированных с увеличением костного мозга рандомиосаркомах у детей. Таких детей у нас на сегодняшний день двое. Остальным детям лечение начиналось проводить именно на второй, на третьей линии противоопухолевого лечения. И мы не зарегистрировали каких-то осложнений третьей-четвертой степени. Мы получили минимальный регресс или стабилизацию обухолевого процесса у 50% больных продолжительностью 66 недель. Естественно, иммунологическая эффективность была налицо, уснизилось количество Т-регов, увеличилось количество цитотоксических лимфоцитов, Б-лимфоцитов, хелперов. И медиана наблюдения за этими пациентами составила 10 месяцев при общей выживаемости 57%. Медиана до прогрессирования 3 месяца, выживаемость без прогрессирования 48,5%. Мы сравнивали контрольную группу пациентов, которые получали метрономную полихимиотерапию. Таким образом, выявлены были преимущества ДК-вакцинации у детей. Это переносимость хорошая, это возможность индукции противоопухолевого действия и высокие потенциальные возможности. Поэтому мы немножко модернизировали протокол лечения глиом высокой степени злокачественности. Начинается лечение, как обычно, с химиолучевой терапией в конкоментантном режиме. Используется лучевая терапия в дозе 60 Грей с радиосенсибилизатором темозоламидом. По завершении, на седьмой неделе, мы начинаем уже ДК-вакцинацию, которая проводится сначала раз в две недели, потом раз в три недели. Причем с иммуномодулирующей целью у нас используется цикловой монорежим темозоламида. Как же можно оценить эффективность противоопухолевой иммунотерапии? Это, конечно же, по развитию воспалительной реакции в опухолевой ткани. Это по увеличению общего количества лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль. И переключение функциональной активности макрофагов с М2 на М1 тип. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ